Привет, друзья! И добро пожаловать в очередной обзор от 151-го убежища. Я начинаю серию застольных обзоров на снаряжение для страйкбола. И сегодня вашему вниманию представляется Панамы от очень интересной компании Iena Tactical. Панамы Буни Хат не совсем обычные, они демисезонные, пригодные для ношения весной и осенью. Данный образец представлен в расцветке Флэг Де. Изделие призвано включать в себя преимущество тепла флисовой шапки и практичности Панамы. Если вывернуть изделие, вы увидите, что внутренняя часть Панамы это прокладка из флиса, свойства которого расхваливаются спортсменами и любителями активного отдыха. Из-за его мягкости, тепла и небольшого веса. Плотность флиса 150 грамм на квадратный метр, если вам что-то об этом говорит. Изделие имеет стяжки для регулировки размера. В моем случае от 60-го до 62-го. Про него я расскажу чуть позже. Тут замечена тонкость. Подбородочный шнур с регулятором помогут устранить проблему сдувания Панамы с головы. Знакомьтесь, мой соратник и житель 151-го убежища, Кататан Прайсик. Он любезно согласился продемонстрировать внешний вид Панамы во всей своей красе, со всех сторон. Как видите, Панама отлично сочетается с аксессуаром типа Шимак. Пользуясь таким сочетанием, вы будете выглядеть как настоящий боец спецподразделения, который хочет остаться незамеченным, поскольку Панама призвана не только защищать от ультрафиолетной воды, но и размывать силуэт головы. При просмотре обнаружен характерный косяк с кантовкой козырька. На месте его стыковки можно было бы сделать чуть-чуть поэстетичнее, но не критично. Сам он прошит восьмью рядами однослойного простого шва. Торчащих ниток вы не найдете, а это уже радует. Козырек довольно мягкий и гибкий, особых уплотнений не прощупывается. Форма Панамы классическая. Дополнений на куполе и излишеств не имеется. Возможно, за исключением люверсов. Кто не знает, это четыре маленькие отверстия для вентиляции. По периметру основания купола можно увидеть щелевки. Выполнены тут для маскирующих целей. По идее вещей за них цепляются веточки, листочки и прочая флора с местности для эффективной маскировки. Я использовал ее слегка не по назначению. Так как моя Панама 62-го размера, а голова у меня всего 58-го, то я спокойно могу продеть в щелевке пару-тройку механических магазинов от дробовика, тем самым уменьшая размер изделия. Интересно, парни из Гинотактикал специально мне большую прислали? Ах, вы хитрецы! На самом деле, я даже советую вам взять Панаму чуть большего размера, поскольку внутренние клапана, защищающие уши от холода, можно подвернуть, чтобы не мешали. Тем самым вы уменьшите и размер Панамы. В общем, тут запас в карман не тянет. Сама Панама выполнена из плотной ткани, состав которой производитель даже под пытками не рассказал. Но я добыл эту информацию, прочитав ярлык наизнанке. 50% хлопка и 45% полиэстера. По внешнему виду и фактурности напоминает хлопчатобумажную ткань для одежды военного и туристического снаряжения. Думаете, это все? А вот фигушки. Есть улучшенная версия этой Панамы. Буни-хат маскировочная. Вот она в окрасе партизан. По сути дела, конструкция повторяет своего предшественника. Та же самая ткань, то же самое исполнение, утепление флиска. Отличие в дополнительных креплениях на куполе, для маскировки. По идее вещей, эти полосы ткани расширяют возможности сливаться с окружающей обстановкой. Возможно, вы сами можете придумать, как их еще можно использовать. Тут дело фантазии. За интересную форму я прозвал эту Панаму пирогом. Хм, что-то есть захотелось. Надо бы шарлотку замутить. Надо отдать должное гене тактикам. Все свои изделия они выпускают в богатом ассортименте цветовых решений. Только мне на обзор поступило аж 4 расцветки. Такие как Партизан, Флэг-Д, ЕМР-1 или Цифра, Излом. Помимо этого, купить ее можно в Березке Серой, Березке Желтой, Пограничнике, Мультиками, ЕМР-2. Ой, там разнообразие такое. Ну а теперь самое главное надо Панаму испытать. Могу назвать себя довольно везущим человеком. Мне удалось эту Панаму аж трижды испытать при разных температурных факторах. То бишь, при разных температурах окружающей среды. Первое испытание было при плюсовой температуре, было плюс один, плюс два. Панама показала себя очень хорошо. Чуть-чуть я вспотел. Хочу сказать исходные данные. Панама демисезонная. У нее температура комфорта где-то плюс 5 градусов и температура экстрима минус 5 градусов. Исходные данные также. Моя лысая голова. Вот. И расстояние примерно 5 километров, которые я покрываю за час. при разных температурных обстоятельствах. Так вот, при плюс один эта Панама показала себя с очень достойной стороны. И голова практически не вспотела. Второе испытание было при минус 2 градусах. Там мне сначала казалось какой-то дискомфорт. Ну, такое чувство, как будто на мне на голове что-то надето. Вот. Но оно настолько тонкое, что вот еще чуть-чуть бы, чуть-чуть бы, но хотелось бы потеплее. Но, несмотря на это, она неплохо себе показала. И я не замерз. Уши не замерзли. Единственное, что там при минус 2 было интересное обстоятельство это ветер. Ветер достаточно сильный, около 5 метров в секунду. Но тут появился маленький недостаток. В связи с тем, что размер Панама 62 и недостаточно плотная резинка, которая идет вдоль флиса, которая закрывает уши. И они неплотно прилегают. А потому происходит такая штука, что ветер попадает в уши, точнее, ну, задувается в уши и идет вдоль затылка. И это бррррр. Вот. Также мне еще повезло попасть под ветер примерно 20 метров в секунду. Это был полный коллапс. Конечно, в страйкбол играть при таком ветре абсолютно невозможно. Да, даже ходить при таком ветре довольно сложно. Это штормовой, настоящий штормовый ветер. Панама как себя повела Панама? Ну, козырек замяло. Обзорность потерялась. Единственный вариант решения этого был это поднять козырек наверх и выглядеть тупо как Пайдингтон. Это был единственный шанс хоть что-то различать. Но хотелось бы заметить, когда ветер спадал примерно до 10 метров в секунду, обстоятельства менялись. Козырек выпрямлялся и не заминал. То есть свободно держит 10 метров в секунду. Это большой плюс. И последнее испытание, которое прошло уже сегодня, я эту Панаму испытал при температуре минус 6 градусов. Да, наша зима все еще позволяет такие испытания проводить. И я дошел до работы. Шикарно. Я даже то ли, может, адаптировался к этой Панамке, то ли что, но я не почувствовал даже грамма холода. Единственное, что был абсолютный штырь. Ветра вообще нету. Как и сейчас. Панама достойна. Хорошо себя показывает при экстремальных температурах для себя. То есть плюс 5, минус 5 градусов. голова в ней не потеет, ну и не замерзает. Конечно, хотелось бы испытать ее при минус 15, скажем, но зима наша такая мягкая, мягкотелая, что не получается. У нас остался один тест, который я проведу уже дома. В более комфортных обстоятельствах. Это тест водой. Погнали! Где испытывать на воду зимой? Конечно, в секторе дезинфекции. Я очень старался сымитировать летний дождик и сильный мусон. При легком потоке воды панама уверенно держалась, голова под ней оставалась сухой. Ткань сопротивлялась как могла, но при постепенном увеличении потока она все-таки поддалась и купол начал промокать. Но первые несколько секунд держалась она достойна. В принципе, этого времени хватило бы для того, чтобы найти укрытие. Я замечу, никто не говорил о непромокаемости данного изделия. Интересно, если ее покрыть водоотталкивающей пропиткой, это поможет? Самый главный результат теста это стойкость полей панамы. Ходит легенда, что при намокании полей они обычно падают и закрывают обзор владельцу. Буни Хад тут проявила себя как настоящий воин, не уронив козырек. Фактически тест был пройден и пройден достойно. Думаю, я вправе сделать выводы. Панама полностью ответила заявленным характеристикам. Стоимость ее 680 рублей за обычную и 720 рублей за маскировочную. Это примерно 9 и 10 зеленых бумажек. Я рекомендую к использованию. А на этом у меня все или почти все. Смотрите предыдущее видео и не забудьте оставить свой комментарий. Всем увидимся, пока! Субтитры